Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Николай. Вот такой вот у меня в руках красавец. Я вам вставлю покрупнее, возможно, а можете не вставлю, но посмотрим. Вставлю его покрупнее, покажу. Мне достался он бесплатно от одного моего приятеля. Это суккулент, называется он Граптопиталум парагвайский. Вот такое растение. Видно, что оно было не в самых лучших условиях содержалось. Так сказать, человек на него полностью забил. Он у него жил где-то там, он про него вообще не вспоминал. И он в группе нашей цветочки предложил забрать суккуленты. И я увидел в нем потенциал. На самом деле это растение простое, но может быть очень красивым. У нас его обычно продают по одному такому, по одной розеточке в горшке. Вот смотрите, вот такая коряжка. Но я хочу его сейчас омолодить, обновить, пересадить. И сделать из него что-то более интересное с потенциалом на вырост. Потому что мне в целом нравятся вот эти косы. У Граптопиталумов такая исключительная черта. Они постепенно оголяются. И, вы знаете, получаются такие прям красивые, красивые, если их много посажено, красивые плети. Плюс из каждого листочка может вырасти отдельное растение. Поэтому буду его высаживать в плошку. Она покрупнее, чем этот горшочек. Она плоская. Буду его обрезать. И еще потом вам покажу дальше одно растение, которое я подобрал на улице, когда шел за этим Граптопиталумом. Я за ним шел, и в итоге нашел еще одно растение. Думаю, ну что уж делать. Придется тебя тоже брать. Поэтому сейчас я уже замешал грунт. Грунт взял, знаете, не заморачиваясь, как обычно, грунт для суккулентов и кактусов. Добавил в него перлит. Вы можете немного слышать шум города. Хотя я снимаю с микрофона. У меня здесь микрофон по просьбам трудящихся. Я его стал прикреплять. Да, чтобы вам было лучше слышно. Кто не слышит, надеюсь, все меня услышат. Итак, вынем его из грунта. Ну здесь полная сушь. Немного отрифну ему корни. Да, вот здесь очень много еще, так сказать, этих засохших листиков лежит. Все это мы просто сейчас с вами аккуратненько уберем. Да, растение явно не поливалось сотню тысяч лет, как минимум. Дожди у нас идут редко. И оно стояло, так сказать, под отпалящим солнцем, без какой-либо заботы. Если там где-то какая-то роса на него попадет, то этим оно и питалось. Соответственно, так оно очень сильно еще быстрее оголяется. Если его поливать, то он так быстро не будет оголяться. Поэтому сейчас мы с вами, друзья, его очистим. Разговорная пересадка, она на той разговорной, что процесс я буду немножечко объяснять. Поэтому я очищаю все эти листочки. Их не так много, на самом деле. Вот я вижу даже погибающий. Есть один, смотрите, растение. Возможно, что-то с ним случилось. Погибает растение, но мы его обрежем и тоже подсадим. И что-то оно нам в будущем даст. Вот такие подсохшие листики тоже я буду убирать. Потому что они все равно уже практически опали. В целом, вы знаете, выглядит неплохо. Но я хочу его омолодить. Поэтому сейчас я аккуратно ножом, просто чистым ножом, буду брать и срезать примерно вот так. Несколько этих, да все срежу веточки. Головы эти. И мы их с вами переукореним, чтобы он стал попышнее. И опять-таки из срезанных точек роста, которые останутся примерно вот здесь, начнут даваться тоже новые листья и, соответственно, новые шапки будут. Поэтому сейчас я все это дело срезаю, друзья. Не спеша. Твердый такой. Оп. Примерно вот так я обрежу. Все сейчас я их обрежу и посажу в новый грунт. Я люблю такие суккуленты, которые растут вот такими вот гроздями. Да, я, кстати, привез из моей последней поездки несколько суккулентов. Я вам могу их, кстати, в конце видео тоже показать. Пока вот сейчас срезаю это. Смотри, у нас получается три, четыре, пять штучек. Бедолага, я не люблю их резать. Наверняка это им болезненно, да, ну что поделаешь уже. И шесть. Я срезал шесть, очень просто. Осталась у нас такая конструкция, да, небольшая, так сказать, которую я тоже сейчас еще подрежу после посадки. Потому что мне она, такие длинные палочки не нужны. Так, друзья, я немного грунта обобрал, вы знаете, совсем немножко. Потому что я посмотрел, грунт неплохой. То есть это не чистое торфяное какое-то кокосовое волокно. Это именно явно растение пересаживалось или сажалось во время в грунт для суккулентов. Потому что я вижу много песка здесь, разрыхлителей. Соответственно, вреда ему не будет расти в таком грунте. Поэтому его сейчас просто, этот грунт. Так вот я выберу место, где я буду сажать центральное растение. И к нему просто подсыплю уже непосредственно свежий мой замешанный грунт. Да, и все. И после этого мы будем высаживать срезанную часть. Растение имеет потенциал. Я думаю, оно будет в будущем выглядеть достаточно красиво. Закрываю весь экран. Когда снимаешь сам, ничего толком не видно. Что ты делаешь? Куда ты что суешь? В общем, вы поняли принцип. Я просто насыпаю грунт. Я думаю, достаточно будет. И сейчас я просто разрыхлю, так сказать, домик. Вход для моего горшочка. Вот, все размещаем, размещаем, размещаем. И вставляем. Сразу я его поливать, конечно же, не собираюсь. Так как все равно немного я повредил корни. Так, даже можно, знаете, поглубже. Поглубже можно поставить. И пусть он постепенно обрастает. Растение так абсолютно не капризное. При хорошем освещении оно растет идеально. Освещение у меня на балконе здесь огромное количество. Да, солнце. Я думаю, ему будет нормально здесь расти. И все. Вот так я подсыпал. И сейчас я еще засыплю, вы знаете, оставшуюся часть горшочка. Не попадает он в кадр. На себя поставлю грунт. Все делается в таких полевых условиях. Это есть каналы, где так реально красиво люди пересаживают. У них есть оператор. Прям все показывают. Я же делаю все, так сказать, на коленке. На одной. Все пересаживаю на коленке. Ничего. Я думаю, принцип понятен. Пересадки мои. Поглубже мы так подсыпем эти корешки. Потому что очень много воздушных уже корней здесь. Пусть они тоже оказываются в грунте у нас. Смотрите. Видите, вот так уже неплохо смотрится. Но это еще не все. Мы же дальше продолжим с вами заниматься этим растением. Кстати, у гравитопиталумов у них часто имеется такой тонкий-тонкий налет. Придающий им какой-то такой бархатистый оттенок. Этот налет очень легко снимается. Поэтому, если растение загрязняется в процессе пересадки, лучше всего это аккуратно тоненькой кисточкой почистить. Либо вообще просто сдуть. Если не сильно у вас там принципиально развести немножко грязи. Просто всю эту грязь, которая попала на растение, мы ее так. Поздували и все. И этот налетик мы наш не повредили с вами. Но если прям как-то сильно запачкалось, то можно аккуратно, как я уже сказал, мягкой кистью, немножко может налет снимется. Но что уж поделаешь. Сэ лави. Ничего уж не поделаешь. Все, вот так получается мы посадили. Больше грунта, я думаю, ему не нужно. Хотя, знаете, сейчас я чуть-чуть еще приутрамбую. Слегка сильно неутрамбовываю грунт. Потому что он должен дышать. Хотя перлит, вот этот беленький, да, кто не знает, перлит, он помогает грунту в целом быть более легким, более воздушным. И, соответственно, создаются какие-то воздушные падуки. Что-то я ссыпанул от души. Так, здесь даже переборщил я. Да, потому что это явно уже перебор с грунтом. Вот, смотрите, получилась наша композиция. Сейчас я еще, вы знаете, вот эти срезы, которые у меня получились, я их еще коричкой присыплю. Корица имеет спорные, на самом деле, характеристики. Кто говорит, что она помогает, кто говорит, что она не помогает. В плане, как бактерицидное средство или укоренитель. Но я решил сегодня, корица у меня есть, щек не бухнуть. Пусть будет маленечко. Такой пирог суккулентный. Я сейчас так слегка присыплю на срезике. Вот, чтобы они просто не были открыты всем ведрам, так сказать. С листьев аккуратно стряхну. Корички, позвольте, капучинку вам сделаю такой. Так, все это очистили. Здесь тоже подсыплю. Так, не сильно. И вот на этот еще насыплю, тоже на последний срез. Все, все срезы у меня корицей обработаны. Пылюку с листьев. Я стряхнул. Коричка еще на игру попала, тоже пусть там разлагается. Питает растение маленечко. Так, так, готово. И сейчас то, что я срезал, я просто аккуратно повтыкаю, чтобы было красивенько. Да? Так постепенно я буду высаживать все срезанные части. Они немного подсохли. Можно их высаживать смело, без проблем. Поливать главное не нужно, чтобы не загнили. И постепенно-постепенно высаживаю в нужной мне форме. Так, друзья, я закончил посадку. Пока это все выглядит средне. Не особо страшненько на самом деле. Давайте я пристану, покажу вам. Смотрите, вот так. Все выглядит. Ну, и не шибко красиво, потому что много вот этих палочек. Но постепенно они должны обрастать. Я, как вы можете видеть, здесь поместил, да, и срезанные веточки эти. Посмотрим. Они на стволе, как должны у них образоваться корешочки. И, по идее, должны пойти детки. Если не пойдут, ну, селявить, так сказать. Да, что же будет. Если что, выкину. Я, опять-таки, не искал об этом информацию, как укоренить. Сказать методом проб и ошибок. Даже если эти палочки отдельно не укоренятся, все, что я посадил уже с листвой, все равно уже достаточно пышный горшочек. Если он будет потом эти косыми свисать, будет очень красиво. Его можно даже подвесить в кашпох. Кстати говоря, сделать подвесным его. И пусть себе красиво растет. Да, поэтому я решил его оставить так. Сейчас мы приступим с вами к следующему растению. Вот. Готовый результат. Неплохо, на мой взгляд. Как вы считаете? Следующее растение. Следующее растение, это вообще подарок судьбы. Сейчас вам покажу. Убиваю его. Это растение. Так, коричку мы отставим в сторону. Вот здесь оно у меня в пакете. Знаете, я шел, когда возвращался. Ходил я с собаками гулял, когда за Графтопиталовым этим шли мы с мамой. И на обратном пути, вот возле мусорки, я нашел вот эту роскошь. Да, давайте я вам покажу ее тоже поближе. Смотрите, это красова. Что, знаете, неплохо уже сформировано. Такая красула. Видно, что росла просто природником, так сказать. Никто ее не формировал. Очень сильно сморщенная. Измученная. Полуубитая. В глине. Я ее постараюсь разрыхлить. Не сильно, максимально, но не сильно разрыхлить. И посадить новый горшок. Потом я ее искупаю зеленым мылом. На ней, кстати, неплохо. Вы знаете, кто есть на ней, да, зеленым мылом, и она будет искупать. Червеца я на ней нашел. Поэтому надо будет его сейчас удалить. Скорее всего, я даже после того, как искупаю, я ее еще протравлю. Да, немножко червеца есть. Видно, ничего страшного. И я ее сейчас почищу. Видно, опять легким движением руки. Видно, вся эта грязь, глина, она отпадает. Так, очищаю всю корневую. Максимально. Корневая совершенно небольшая, друзья. Вы знаете, практически нет никаких корней у нее. Ну, максимально-максимально я ее очистил для посадки. Так, друзья, вот я ее очистил. Смотрите, неплохое растение. Такое, я говорю, просто очень замученное. Жалко его было там оставлять. Потому что красолы у меня в квартире растут очень плохо. С тех пор, как я остеклил балкон, они вообще просто не растут. Я, кстати, очень многие из них отдал в природные условия. Так сказать, друзьям, которые живут в частных домах, они у них стоят на улице, чувствуют себя прекрасно. А эту красолу я заберу себе на работу. Вот у меня туда, я туда несу все, что мне дома не надо. У меня там растет на работе. И как раз она сможет стоять у меня на улице, за кабинетом, за моим рабочим. Вот такая красолка. Я сейчас ее посажу. Вы знаете, ее можно при желании даже посадить в горшок, в котором был вот этот гравтопитал. Но у меня есть горшок для меня покрасивше. Вот такой я ее посажу. Свежий грунт. Так, пыль от этой глины налетела. Неприятное очень ощущение. Я ее посажу в такой горшок, потому что у меня, где я работаю, достаточно ветрено. И чтобы ее просто ветер не ронял каждый раз в этом маленьком горшке, я ее посажу сразу в этот. Пусть она себе наращивает корме. Как я уже сказал, я ее искупаю. Я ее очистил от червеца, бедолажка была тоже в нем вся покрыта. А дома я их решил особо не выращивать. У меня есть немножко, я оставил, так сказать, самые любимые экземпляры. Но не растет. Вот раньше они у меня росли прекрасно, когда у меня был балкон открыт. Росли как сорняки просто. Красиво в целом у нас. Я живу на острове, туда на Гран-канале. И они растут как сорняки на улице. Но в квартире, я не знаю, то ли жарко, то ли что. Я именно намучился и настрадался прилично. Вот которые растут нормально, я их оставил. Остальные я с ними попрощался, отдал, так сказать, людям, нуждающимся в них. Так, немножечко у меня сейчас есть кисть, чтобы протереть ее. Да? Вот так. И еще разочек я подсыплю грунта. И все. И я сразу, видели, не буду выкладывать, я потерплю. Покажу вам, во что они превратились эти растения спустя какое-то время. Чтобы вы имели некоторое представление о них. И понятие, как они себя чувствуют и как они сейчас выглядят после пересадки. А давать их никому не буду. Один останется дома, как я уже сказал, который мы пересаживали с вами вначале. А эта красота пойдет на работу. А то я посмотрю, как она там будет себя приводить в норму. Как она будет очухиваться там постепенно. А может быть и быстро придет в норму. Вот ее я, кстати, сейчас искупаю. Соответственно, она получит влагу. Того красавца пока трогать не буду. Пусть он дней 5, наверное, у меня постоит в рунете, посидит просто. Тут, конечно, уже совсем такой пересушка полнейшая наступила. Все. Так, тоже, опять-таки, все не заморачиваясь сильно. Не изобретая велосипед. Ничего я обрезать не буду. Она будет ветвиться сама нормально наверняка на улице у меня. Вот, смотрите. Получается красавка, бродяжка. Попала ко мне, да, бездомная, которая жила. Которая бы, наверное, просто умерла, скорее всего. Вряд ли кто-нибудь подобрал бы, выкинули бы потом в мешок мусорный и все. А так, смотрите, получается неплохо. Вот мои красавцы пересажены. Оп, смотрите. Такое бесплатное растение, можно сказать, абсолютно даром. И неплохо выглядят, кстати говоря. Вполне себе симпатяги. Все, друзья, спасибо всем, кто был со мной. Берегите себя. До новых встреч. С вами был Николай и его новинки. С вами был Игорь Негода.